Дорогие братья и сестры, сегодня неделя по просвещению и одновременно, из-за того, что Пасха очень ранняя, неделя по Зархею, то есть за четыре недели ровно до Моженого Воскресения. И то, и другое Евангелие призывают народ Божий к покаянию. Господь выходит на проповедь Галилея, и первая проповедь Сына Божия на земле, «Покайтесь, и приблизилось Бог к Царству Небесному». Как видим, Сам Господь Бог, во-первых, повторяет слово в слово проповедь Своего раба, Светильника и предтечника. И путь добрейшей смирения показует нам. И мы из этого можем, братья и сестры, заключить, что и на том свете, и на страшном суде, мы не иное что услышали, как то, что слышали в церкви здесь. Подобно тому, как и не иное что услышали от Господа, как то, что уже проповедовали Его пророки. А еще Моисея пророков не послушают, то а еще кто из мертвых воскреснет, не имут веру. Поэтому будем внимать учения Священного Евангелия и Закона Божия со страхом и трепетом. И второе, на что следует обратить внимание, причина, которую выставляет Господь в Своем призыве к покаянию, это то, что приблизилось к Царству Небесному. Бо означает ибо, так как. То есть причинно-следственная связь, здесь идет и необходимость покаяния. в том, что душа должна подчиниться Царю Небесному без преткновения и войти как подданным, как гражданин Царства Небесного и угодить Его Царю и не быть из Него высланным, изверженным. Увы, многие веровали в Царство Небесное, в Царство Божие не по-божески, а по-свойски, по-земному. От этого и распяли Царя Небесного, когда Он пришел к Своей и Своей Его не приняли. А тем, кто приняли Его, дал власть чадами Божиими быть. Откуда же взять, братья и сестры, силу благодать, веровать в Евангелие Небесного Царства Неземного, как Иудеи, распявшие Христа, а Небесного, невидимого и непостижимого, а только принимаемого на беру. Это дается от Бога, от самого, когда добрым душам. И кому-нибудь от добрым людям это дается. Весьма добрым. Злым, гордым, хищником, самолюбцем нет. И у Бога нет лицеприятия. Сын Человеческий, решет, найдет ли веру на земле, говорит Господь о последних временах. Как тогда Он пришел и взыскал веру, которую Сам же, однако, и дает. Вот как это понятно? Сам дает Господь веру. И Сам же ее и взыскует. И без веры угодить Богу невозможно. А где ее взять-то? На это обратил внимание апостол Павел, когда говорит, что же еще укоряет, что же еще обвиняет, если Сам одного облабляет, а другого милует. И апостол Павел отвечает на этот вопрос прекрасно. А ты кто? Кто? Изделие, скажет ли своему хозяину, зачем ты меня таким создал? Глина, скажет ли горшочник, почему ты меня употребил? И в честь знает Бог. Его же вообще помиловать, помилуй. Потому что, братья и сестры, дорогие, не все от нас зависит. Мы так воспитаны. И это у нас уже в крови. Что все от нас зависит. И так сейчас, к сожалению, проповедуя. Что каждый творит собственного счастья. И что нас на том свете ожидает то, к чему мы стремимся. О нет! Да даже если каждый из нас рассмотрит свою прежнюю жизнь, и нынешнюю, он увидит, что промысл Божий действовал непостижимо. И абсолютно не то, к чему мы стремились, мы имеем. И тем более так. И дай нам Бог, пока не поздно это постигнуть, и не просить, и даже не стремиться, ни к чему, кроме того, чего хочет Бог. Как сказал апостол Петр, Господи, не только ноги, но и руцы, и главу. То есть предается весь в область Господу. Вот Господу такие нужны. Умытому, говорит, только носит чистому умыть. Потому что весь чистый. И вы, говорит, чисты, но не все. Это и к нам, к крещеным, относится. Поэтому будем Бога благодарить и трепетать. Потому что вера – это Божий дар. И когда человек трепещет от присутствия благодатно, непостижимого и невидимого, оно действительно приближается. Как будто сегодня, или завтра, или даже мгновенно сейчас нам держать ответ. Перед Богом святым. Отсюда и мужество мученика и преподобных, и Христа ради Геродио. Потому что, как говорит Псалом Давида, «Пред вверх Господа предо мною вынул, яко, одесной, у меня есть, да не подвижусь». Как это призрел? Вот этими очами веры, братья и сестры. Он видел невидимое. И к этому и обращена проповедь спасителя. А перед ним и он предтечник. Кто видит это невидимое, царство небесное. Кому оно приблизилось, так что мурашки потеть. И, как Игнатий Бринчанинов говорит, когда человек молится, чисто, ему страшно, что его сейчас не будет. А, конечно, у модернистов нет этого страха. Потому что они думают, что все будет вот так, как сейчас есть. Так оно и будет. Об этом такие авторы, как Шмин, пишут просто в открытом. Что нет никакого загробного. Все вот здесь и сейчас осуществляется и самореализуется через церковь. И отсюда пропадает всякий страх. И хуже того, как и фарисеи, которые потеряли всякий страх, и такие люди, которые только умнят забыть верующими, или кажутся верующими. Но не будем о них. И взыщем вот этого не фарисейского, а матарева покаяния, которому призывают нас сегодня. Христово церковь. То есть отбросить всякую видимость и земной страх. Не постыдиться в хорошем смысле людей. Не так, как бесстыжие люди, хищники и прелюбодеи. теряют целомудрие и делаются бесстыжными, циниками. А так, как наоборот, при этом они, конечно, очень боятся потерять мнение этого мира. они знают, что делают. И дьявол дает им некое такое уважение от некоторых своих плевретов и авторитетов, как у бандитов в этом мире. А такие, как Закхей, Мутер, они, возымев истинный страх Божий и трепет души перед вратами рая, как говорит Амуросе Оптинский, Исполняются великодушие и мужество и плюют на этот земной стыд и срам. Не так, как люди, которые в наше время берут и на дешом ходят. Знают, что им за это ничего не будет. Не так, как современные звезды бесстыдно делают. А так, как разбойник на кресте весящем, зная, что за это ему будет только хуже от иудеев и от всего мира, сказал, помяни меня, Господи, в отца Госпоя Твоем, ни во что обменив этот земной страх и стыд. Так и Закхей поступил возлез на ягодичем. И всякая христианская душа, если она боится здесь быть освистанной, она не может уходить Богу. Не может христианин быть толерантным, конформистом и оглядчивым. и оглядчивым. Да, он должен быть и застенчивым, и скромным, и стыдливым. Но в другом смысле. Перед Богом и перед людьми во Христе, их, конечно, не быть нагубым, нахрапистым, настыдным. Но кроткие потому и наследят землю, что пренебрегают этой земле сдержки. Нам надо все заповеди, братья и сестры, выучить хорошенько и всадить их в свое сердце. Господь говорит, покайтесь. Вот плоды покаяния, смотрите. Закхей стал, обратите внимание, остановившись, не на бегу, не походя, а, как сказано в Евангелии, ставшим, и мы должны тоже так же остановиться, ставшим в рече затейка Господа. Все полумения моего Господа давнейшим и общей кого чем обидим, возвращу четверицу. Действительно, такое не произнесешь на бегу и на ходу. Для этого нужно собрать собраться и войти в себя. И Господь его назвал не тем не тем, а сыном Авраам, то есть верующим. Речь именно о веи, без которой не может быть покаяния. Мы закончим тем, с чего начали, что причиной покаяния и основанием призыва к покаянию является дар Божий веры. Кому Бог дает веру, того душа алчат и жаждет покаяния, ищет дело покаяния. А дела эти это тайны милостей любви. Это удовлетворение совести своей, всяческой. Это прощение обидчиков, терпение кривиты и другие дела святые, дела верны, дела исповедуемые, как мы слышали, когда освящалась Святая Рода, исповедуем благодать, проповедуем милость, не таим благодеяния. Естество нашего рода освободилось единственно, осветилось утро прождеством твоей, вся тварь выстревает а я вошли. С наступающим вас, дорогие братья и сестры, в периодом пения в периоде постной. Это укрепит нам Бог свою благодатью крещенскую, близко к грядущим и неминуемо приближающимся к нам. Великому посту. Аминь.